Здравствуйте, уважаемые слушатели! Слышите ли вы меня, видите ли? Если все хорошо, то поставьте, пожалуйста, плюсы в комментариях. Так, ага, вижу плюсы, хорошо. Замечательно, вижу, что у нас уже достаточно много собралось. И напишите, пожалуйста, из каких вы населенных пунктов и кто вы по профессии. А мы продолжаем. Повторю, что меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей квалификационной категории, легофренный педагог и нейропсихолог. И сегодня мы поговорим с вами о возможностях использования лего-технологии в педагогической практике. Информация, представленная мною, будет полезна как логопедам, так и воспитателям дошкольных учреждений, а также родителям. Дети всего мира могут общаться на одном языке, языке игры. Игра помогает им понять сложные, разнообразные миры, в котором они растут. В играх дети развивают свои естественные задатки. Воображение, ловкость, эмоции, чувства, интеллект, общение и многое другое. Дети играют со всем, что попадается им в руки. Поэтому им нужны для игр безопасные и прочные вещи. И лего-конструкторы дают им возможность для экспериментирования и самовыражения. Лего-конструирование – это вид продуктивной деятельности, основанный на творческом моделировании, то есть строительной игре, с использованием широкого диапазона универсальных лего-элементов. Лего-конструктор дает возможность не только собрать игрушку, но и играть с ней. Используя детали не одного, а двух и более наборов лего, можно собирать практически неограниченное количество вариантов игрушек, задающих сюжеты игры. В отличие от компьютерных игр, быстрая смена сюжетов, которых перегружает психику ребенка, игрушками лего дети играют в том темпе, который им удобен. Придумывают новый сюжет вновь и вновь, собирая другие модели. С помощью лего-конструктора малыши могут создавать свой уникальный мир, попутно осваивая сложнейшие математические знания, развивая двигательную координацию, мелкую моторику, тренируя глазомер. Занятия по конструированию стимулируют любознательность, развивают образное и пространственное мышление, активизируют фантазию и воображение, пробуждают инициативность и самостоятельность, а также интерес к изобретательству и творчеству. Использование лего-конструкторов помогает реализовать серьезные образовательные задачи, поскольку в процессе увлекательной, творческой, познавательной игры создаются благоприятные условия, стимулирующие всестороннее развитие дошкольника в соответствии с требованиями в ГОС. Перед педагогом стоит важнейшая задача – создать необходимые условия для вовлечения детей в увлекательный вид деятельности, позволяющий раскрытие потенциальной способности своих воспитанников. В настоящее время происходит глобальный пересмотр принципов дошкольного образования. В системе образования детей дошкольного возраста появились новые игры и развлечения. Дети легко осваивают информационно-коммуникативные средства, и традиционными наглядными средствами их уже сложно удивить. Развитие образовательного процесса идет по многим направлениям, затрагивая главным образом формирование личностных качеств дошкольника. Поэтому Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования предлагает интеграцию образовательных областей, которая поможет развить способности и умения детей дошкольного возраста. Интеграция гармонично объединяет образовательные области в единый образовательный процесс, что гарантирует высокие результаты в развитии и воспитании детей дошкольного возраста. Лего-технология – пример интеграции всех образовательных областей, как в организованной образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей. Приведу пример пересечения образовательных и воспитательных направлений в процессе детского конструирования. Любая образовательная деятельность немыслима без развития речевых навыков. Поэтому лего-конструирование интегрируется с областью речевого развития, беседа, разъяснение различных явлений или описание объектов. Дети не просто описывают свои модели и рассказывают об их назначении, но и отвечают на вопросы по ходу строительства. Причем на вопросы не только сверстников, но и педагогов. И, естественно, сами задают их. Это развивает коммуникативные навыки. Так как в совместной деятельности дети могут не только поинтересоваться тем, что и как делают другие, но и получить или дать советы о способах крепления, обменяться деталями или даже объединить свои модели для более масштабной конструкции. Для педагогов дошкольных учреждений использование лего-конструктора является великолепным средством для познавательного развития дошкольников, так как с его помощью можно формировать первичное представление о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покоя, причинах и следствия и так далее. О малой родине, отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа, о традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Дети с помощью занятий лего-конструированием повышают умственную и физическую работоспособность, не только расширяют представление о предметах и явлениях, но и развивают умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные существенные признаки предметов и явлений, обобщают их по признакам. В ходе работы было установлено, что сюжетно-ролевая игра с применением конструктора лего, адекватная по возрасту, наилучшее средство социально-коммуникативного развития дошкольников. Выполняя конструирование и обыгрывая его в сюжетно-ролевой игре, дети приобретают навыки общения со сверстниками и старшими детьми, приобщаются к самостоятельности, в полной мере раскрывают свои творческие способности, оказывают взаимопомощь и поддержку сверстникам при выполнении совместной работы. Сюжетно-ролевая игра с применением конструктора лего обладает прекрасным психотерапевтическим эффектом, так как ребенок может неосознанно высвободить накопившиеся негативные переживания, выполнив ту или иную постройку, и обыграть ее. Сюжетно-ролевая игра с применением конструктора лего дает особое ощущение социальной значимости. Лего-конструктор можно использовать в целях развития и поддержания интереса к физкультурным занятиям, подвижным играм, массажу, как оборудование. Рациональный подбор конструктора, его обновление, внесение новых элементов и деталей, их перестановка и чередование, все это помогает реализовать содержание разных типов занятий. Тренировочное, игровое, сюжетно-игровое, контрольно-проверочное. Помимо мелкой моторики обеих рук, лего-конструирование также способствует развитию крупной моторики. Конструктор лего можно использовать как инвентарь для проведения занятий по физической культуре. Проведение физической культуры с использованием лего-деталей. Это ходьба, бег-змейка между деталями конструктора, челночный бег, удержание равновесия, упражнения на развитие координации движений, упражнения на развитие гибкости, быстроты и ловкости. Для корригирующей гимнастики и профилактики плоскостопия можно использовать коврики из лего-конструктора. Данные коврики будут массировать стопы ног за счет выпуклой формы деталей лего. А также будут привлекать детей своей яркостью за счет разнообразной цветовой гаммы. Художественно-эстетическая деятельность – это деятельность специфическая, в которой ребенок наиболее полно может раскрыть в себя свои возможности, ощутить продукт своей деятельности. Рисунки, поделки. Одним словом, реализовать себя как творческая личность. На это нас нацеливает государственный образовательный стандарт дошкольного образования, где четко определяются задачи перед педагогом о развитии творческого начала в детях, последствия так необходимого в жизни. В процессе лего-конструирования ребенок получает широкие возможности для самовыражения, раскрытия и совершенствования творческих способностей. Художественно-эстетическое направление образовательной деятельности в лего-конструировании реализуется при оформлении и при образовании уже готовых моделей, когда может использоваться не только конструктор, но и бумага, карандаш, вбросовый материал для создания целостного образа произведения. Таким образом, при правильной организации процесса по использованию лего-конструктора, работа с детьми становится эффективным средством всестороннего развития и воспитания детей дошкольного возраста. Лего – одна из самых известных и распространенных ныне педагогических систем, широко использующая трехмерные модели реального мира и предметно-игровую среду обучения и развития ребенка. Наборы лего зарекомендовали себя во всем мире как образовательные продукты, удовлетворяющие самым высоким требованиям гигиеничности, эстетике, прочности и долговечности. В силу своей педагогической универсальности они оказываются наиболее предпочтительными наглядными пособиями и развивающими игрушками. Причем этот конструктор побуждает работать в равной степени и голову, и руки ребенка. Перспективность применения лего обуславливается ее высокими образовательными возможностями. То есть многофункциональностью, техническими и эстетическими характеристиками, использованием в различных игровых и учебных зонах. И целью образовательной деятельности в рамках применения лего-технологии у нас с вами выступает развитие творческих способностей ребенка посредством конструкторской и проектной деятельности при помощи конструкторов нового поколения. Реализация поставленной цели предусматривает следующие задачи. Это обучающие, развивающие, воспитательные. К обучающим у нас относятся содействовать формированию знаний о счете, форме, пропорции, симметрии, понятии, части и целого. Создать условия для овладения основами конструирования. Способствовать формированию знания и умения ориентироваться в технике чтения элементарных схем. К развивающим задачам относятся создать условия для развития внимания, памяти, образного и пространственного мышления. Способствовать развитию творческой активности ребенка. И способствовать расширению кругозора и развитию представлений об окружающем мире. И к воспитательным задачам у нас относятся содействовать формированию умения составлять план действий и применять его для решения практических задач. Осуществлять анализ и оценку проделанной работы. Содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности, таких как терпение, воля, самоконтроль. И создать условия для развития навыков межличностного общения и коллективного творчества. При организации подобной деятельности следует учитывать этапы развития конструктивной деятельности. Первый этап – это обследование возможного структурного материала. Форма, размеры, характерные особенности, какие функции может выполнять. Эту часть легко можно использовать как деталь кабины автомобиля и прочее. Второй этап – это определение основных составляющих объекта. Обозначение формы и пространственных размеров. То есть создаем машину для игры. В кабине будет сидеть только водитель. А в кузове по два человека – у гортика справа и слева. Третий этап – это конструктивные действия. Предполагают последовательное сооружение модели. То есть сборка стенки из деталей лего и так далее. Четвертый этап – это целостное восприятие полученного результата и соотнесение с начальным замыслом. И пятый этап – это исправление и дополнение конструкции, если обнаружено несоответствие с задумкой. С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе которой развивается ребенок, исследователи, такие как Нечаева, Промонова, Фриобель и другие, предложили различные формы организации обучения. Это конструирование по образцу, по модели, по условиям, по простейшим чертежам и наглядным схемам, по замыслу и по теме. Давайте коснемся более подробно каждого вида. Конструирование по образцу заключается в том, что детям предлагают образцы построек, выполненных из деталей строительного материала и конструкторов, и показывают способы их воспроизведения. Данная форма обучения обеспечивает детям прямую передачу готовых знаний, способов действий, основанных на подражании. Такое конструирование трудно напрямую связать с развитием творчества. Конструирование по образцу, в основе которого лежит подражательная деятельность – важный обучающий этап, где можно решать задачи, обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой деятельности творческого характера. Конструирование по модели. Что здесь подразумевается? Детям в качестве образца предъявляют модель, скрывающую от ребенка очертания отдельных ее элементов. Эту модель дети должны воспроизвести из имеющегося у них строительного материала. Таким образом, им предлагают определенную задачу, но не дают способа ее решения. Постановка таких задач перед дошкольниками – достаточно эффективное средство активизации их мышления. Конструирование по модели – усложненная разновидность конструирования по образцу. Конструирование по условиям. Здесь что имеется в виду? Не давая детям образца постройки, рисунков и способов ее возведения, определяются лишь условия, которым постройка должна соответствовать, и которые, как правило, подчеркивают практическое ее назначение. Задачи конструирования в данном случае выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку способов их решения не дается. В процессе такого конструирования у детей формируется умение анализировать условия, и на основе этого анализа строить практическую деятельность в достаточно сложной структуре. Данная форма организации обучения в наибольшей степени способствует развитию творческого конструирования. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. Моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей строительного материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности реальных объектов, создает возможности для развития внутренних форм наглядного моделирования. В результате такого обучения у детей формируются мышление и познавательные способности. Конструирование по замыслу обладает большими возможностями для развертывания творчества детей и проявления их самостоятельности. Они сами решают, что и как будут конструировать. Данная форма не средство обучения детей созданию замыслов. Она лишь позволяет самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные ранее. Детям предлагают общую тематику конструкции. И они сами создают замыслы конкретных построек, выбирают материал и способы выполнения. Эта достаточно распространенная в практике форма конструирования очень близка по своему характеру, конструированию по замыслу. С той лишь разницей, что замыслы детей здесь ограничиваются определенной темой. Основная цель конструирования по заданной теме – актуализация и закрепление знаний и умений. Какие бывают занятия по лего-конструированию? Это ознакомительное. Педагог проводит теоретическое знакомство дошкольников с новыми лего-деталями и приемами конструирования. В зависимости от комплектации набора. В младших и средних группах это набор дупла, а со старшего дошкольного возраста уже используем набор дакта. Занятия по схеме – это изучение основы моделирования по схематическому пошаговому алгоритму. Сначала ребята создают простейшие конструкции лодок, мостов, самолетов, машинок, человечков по образцу, а затем начинают изобретать уже собственные модели. Дальше занятия по памяти – помогает закрепить и усовершенствовать полученные базовые умения и навыки. Предоставляет возможность тренировать зрительную память. Тематическое занятие – это конструирование по определенной тематике, стимулирующее развитие творческого воображения. Какие могут быть здесь примеры тем? Многоэтажный дом, пожарная машина, мостик через речку, мебель для куклы, человек, кораблик, волшебные рыбки и так далее. Здесь уже насколько хватит вашей фантазии. Дальше. Следующий вид – это занятия в рамках темы проекта. Коллективная, свободная творческая деятельность поискового характера. Каждый ребенок участвует в планировании будущей постройки. Отвечает за свой участок выполняемой работы. Мостик, светофор, машинка и так далее. Имеет возможность высказывать свое мнение о содержании и целях данного проекта. В рамках проекта дети могут получить интересное задание на дом, выполнить которое им помогут родители. Пример тем для творческих проектов – это деревенский домик, подарки к праздникам, путешествия в Африку, зоопарк, лего-олимпиада, робогород и так далее. В старшей группе можно провести комплексный проект на тему терентий-тетерев. Что же это за проект? В организационной части проекта педагог читает сказку Виталия Бианки «Терентий-тетерев». Рассматривает вместе с детьми иллюстрации. Дети прослушивают аудиозаписи и просматривают мультфильм по мотивам произведения. Затем воспитатель предлагает сконструировать сюжет сказки и обыграть его. Продуктивная деятельность детей. Воспитатель формирует три подгруппы, каждая из которых необходимо будет изготовить по схеме фигурки лисицы, куницы и тетерева. Из сконструированных фигурок дети моделируют сюжетную коллективную композицию по мотивам сказки. Воспитатель направляет деятельность детей с помощью дополнительных вопросов. В случае затруднения подсказывает и помогает практически в осуществлении проекта. Далее презентация результатов. Распределение ролей, репетиция драматизации сказки, показ спектакля детям и родителям с лего персонажами. Какой еще вид бывает занятий? Это контрольное занятие. Позволяет педагогу после изучения сложной темы провести мониторинг знаний и умений воспитанников и выявить детей, которые нуждаются в индивидуальной помощи. Конкурсное занятие. Это соревнование, которое проводится в игровой форме. Дети по жребию или по желанию разбиваются на три команды. Выбирают главного конструктора или архитектора и приступают к творчеству. Итоги соревнования подводят жюри. Темами конкурсного занятия могут стать наш спортивный комплекс, в гостях у сказки, город будущего и тому подобное. Комбинированное занятие. Решает несколько разноплановых учебных задач. Например, мир сказок. Раз, два, три или строим цифры. Геометрическое домино, домашние животные, подводный мир, городской транспорт. И итоговое. Обобщает результаты определенного учебного периода. Полугодие, либо год. Здесь уже, как у вас в учреждении, это принято. Чаще всего проходит видеопрезентации творческих работ. Непосредственно образовательная деятельность организуется с учетом САНПИН, в котором установлено время работы с детьми. Во второй младшей группе это 10-15 минут. Извините, пожалуйста. В средней группе это 15-20 минут, в старшей группе 20-25 минут и подготовительная к школе группа 25-30 минут. Занятие в дошкольном учреждении имеет свою логическую структуру. Это организационный этап, основной и заключительный. Организационный этап это мотивирующее начало в игровой форме. И оно у нас с вами длится до 5 минут. Основной этап от 10 минут в младшей группе до 25 минут в подготовительной. Извините. Это наиболее активная практическая часть занятия, которая включает следующие виды деятельности. Показ образца, пояснение педагогам по шаговой инструкции, разбор схемы карточки, самостоятельная работа детей по образцу, схеме или творческому замыслу. Дошкольники могут работать индивидуально, в паре или в составе небольшой группы. И физкульт-минутка, либо видеозарядка с лего-человечками, какие-то подвижные игры. Пальчиковая или дыхательная гимнастика, которые помогут расслабиться, а затем со свежими силами вернуться к увлекательному конструированию. И заключительный или итоговый этап длится до 5 минут. Здесь что у нас с вами? Здесь у нас рефлексия, уборка рабочих мест, организация выставки детских работ. Анализ продуктов деятельности можно проводить с учетом таких критериев. Это аккуратность, симметричность, целостность и привлекательный внешний вид конструкции, технические умения и навыки, степень самостоятельности проделанной работы, целеустремленность, дисциплинированность, трудолюбие, чувство товарищества и эмоциональной отзывчивости, проявленные во время работы. Итак, с чего начать? Организационную часть занятия важно провести необычно, интересно, увлекательно и творчески. Ярко интригующее начало поможет сформировать позитивное отношение к занятию, создаст благоприятный эмоциональный настрой, раскрепостит ребят и пробудит желание экспериментировать и созидать. Для активизации познавательного интереса, поисковой деятельности и внимания дошкольников, педагог в свободной части занятия обычно использует богатый и разнообразно мотивирующий материал в сочетании с педагогическими приемами. Это, например, момент неожиданности, введение в диалог с детьми игрушечного персонажа, любимого сказочного героя, который обратится с просьбой о помощи, озадачит и порадует, пригласит детей в увлекательное путешествие в сказочную страну. Это может быть видеообращение сказочного или вымышленного героя, могут быть стихотворения и загадки, чтение фрагмента произведения художественной литературы, познавательные беседы и обсуждения вопросов, проблемная ситуация, музыкальное сопровождение, просмотр картинок, демонстрация презентации, видео или мультипликационных фильмов. Например, если взять тему занятия, путешествия в Лего-страну, здесь у нас уже проблемная ситуация. И описание мотивирующей части. Детям дается видеообращение жителей Лего-страны. Здравствуйте, ребята! Коварный волшебник сломал все аттракционы в нашем любимом зоопарке веселых игр и развлечений. Теперь наши жители перестали улыбаться и стали очень грустными. Мы просим посетить нашу страну, помочь нам отремонтировать парк аттракционов и вернуть улыбки всем Лего-человечкам. Или, например, тема занятия «В гости к нам пришел Незнайка». Здесь вводится момент неожиданности. В гости к ребятам пришел Незнайка с чемоданчиком. Ну, а оказывается, открыть его поможет ключик, которым станет отгаданная загадка. Выполнив задание и открыв чемоданчик, дети обнаруживают там набор конструктора и карточки схемы. Незнайка впервые видит загадочные детали и совершенно не понимает, что из них можно сделать. Педагог просит ребят придумать и сконструировать интересные и красивые модели, а потом рассказать о них Незнайке и так далее. Примеров может быть очень много. Опять же, здесь насколько хватит вашей фантазии. В младшей группе дошкольного образовательного учреждения дети учатся называть детали лего-конструктора дупла. Кирпичик большой, поменьше, маленький, клювик, горка, мостик и другие. Учатся простейшему анализу сооруженных построек, выделять форму, величину, цвет деталей, выполнять простейшую конструкцию в соответствии с данными условиями и по образцу, сравнивать предметы по длине и ширине. Во втором полугодии знакомятся уже с новыми деталями лего-конструктора дупла. Основа машины, полукруг, овал. Учатся воспроизводить постройки знакомый предмет и оформлять свой замысел путем предварительного называния будущей постройки. Дети учатся строить, здесь уже идет в порядке усложнение, ворота для заборчика, пирамидку, башенку, дом, мебель для комнат, грузовую машину, машину с прицепом, кораблик, ракету, луноход и так далее. Например, занятие мостик через речку. Цель этого занятия учить строить мостик, точно соединять строительные детали. Что нам понадобится? Это куколки, образец мостика, набор деталей конструктора и ход занятия. Появляется лисичка. Здравствуйте, ребята. Я хотела перейти на другой берег речки, но не знаю как. Подскажите, как это сделать? Дети отвечают. Педагог говорит, ребята, давайте построим мостик и тогда лисичка сможет по нему пройти через речку. Посмотрите, какой у меня мостик, сколько у него ступенек. Каждая ступенька выше предыдущей на одну деталь. Какую деталь мы возьмем первой? Покажите. Какую потом? Построите мостик так же, как я. По окончании работы лисичка сравнивает постройки с образцом, хвалит детей. Говорит, молодцы, ребята, теперь я смогу перейти через мостик. Детям раздаются игрушки и постройка обыгрывается. Дети средней группы расширяют и обогащают практический опыт в процессе конструирования. Учатся определять изображенный на схеме предмет, указывать его функцию. Учатся сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия. Учатся сооружать постройки с перекрытиями, конструировать по замыслу. Дети строят лес, загон для коров и лошадей, животных, различный транспорт и так далее. Например, занятие обезьяна. Цель этого занятия учить строить обезьяну, продолжать знакомить с обитателями зоопарка. И нам с вами понадобится образец картинки и набор деталей конструктора. Педагог говорит, ребята, отгадайте загадку. Этот зверек живет в зоопарке, любит лазать по деревьям и есть бананы. Кто это? Догадайтесь сами. Дети отгадывают обезьяна. Правильно, обезьяна. Сегодня мы будем строить обезьяну по схеме. Возьмите картинку. Какие детали конструктора вам понадобятся? Какого цвета? С чего вы начнете строить? Во время работы педагог подсказывает, советует. По окончании работы педагог предлагает поиграть со своими постройками. Дети старшей группы закрепляют приобретенные в средней группе умения и навыки. Учатся заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять ее общее конструктивное решение, знакомиться с лего-конструктором Дакта. Дети строят избушку на курьих ножках. Здесь уже у нас коллективная работа. Колодец, разные домики, домашних и диких животных, рыб, птиц, различные виды транспорта и так далее. Например, занятия «Плывут корабли». Цель этого занятия – рассказать о водном транспорте, учить строить корабли, развивать творчество, фантазию, мелкую моторику рук. И нам с вами понадобятся картинки с изображением водного транспорта, схемы набора деталей конструктора. В ход занятия педагог говорит «Ребята, сегодня мы с вами будем говорить о водном транспорте. Какой водный транспорт вы знаете?» Дети отвечают «Корабль, яхта, лодка, баржа, катер». Педагог, посмотрите на картинки, назовите водный транспорт. Ребята, где ходят корабли? Дети отвечают «В море». Педагог, ребята, на столах у вас подносы с конструктором, поднимите их. У каждого из вас схема с изображением корабля, который нужно построить. Из каких деталей вы будете строить корабль? С чего начнете? Во время выполнения задания педагог наблюдает за работой детей. Подсказывает, задает наводящие вопросы, но не показывает, как строить, так как дети должны самостоятельно справиться с поставленной задачей. По окончании занятия педагог спрашивает «Ребята, кто строил пассажирский корабль?» «У кого получился военный корабль?» «Кто построил грузовой корабль?» И дети по очереди рассказывают о своих постройках. Остальные учатся слушать товарищей. Дети подготовительны к школе, группе возраста, закрепляют навыки, полученные в старшей группе. Учатся конструированию по графической модели, строить по замыслу. Дети строят теремок, избушку бабы-яги, многоэтажные дома, магазины, детский сад, городской транспорт, качели, карусели, домашних и диких животных и так далее. Например, занятие «Детский сад». Цель этого занятия – учить строить детский сад, развивать творческую инициативу и самостоятельность. Нам понадобятся мелкие игрушки, наборы деталей конструктора. И ход занятия. Педагог проговаривает, кто создает строительные проекты. Дети отвечают «Архитектор». Педагог. Правильно, «Архитекторы». Давайте представим, что вы стали взрослыми и работаете архитекторами. Вам дано задание создать несколько участков. Над каждым проектом будут трудиться по три архитектора. Какие здания детских садов вы видели? Что строят на территории детского сада? Подумайте, какой детский сад вы хотите построить? По окончании занятия дети рассказывают, что они построили. Оценивают все постройки. Ребенок, закончивший курс обучения по лего-конструированию, обладевает навыками работы с лего-конструкторами Дупла и Дакта. У детей развивается мелкая моторика. Они знают все названия деталей, умеют работать по схемам, условиям, образцу, чертежам. Дети могут принимать решения, планировать действия и предвидеть их последствия. У них развито умение говорить и слушать. Дети могут доводить начатое дело до конца. Умеют обсуждать сходства и различия. У детей развиты навыки измерения, оценки, классификации, общение, совместная работа, сотрудничество, умение делиться друг с другом, уважение к окружающим, настойчивость. Дети способны сосредотачиваться, принимать участие в коллективной работе, обсуждать и принимать чужие идеи. У них развито воображение, наблюдательность и творческое чутье. Игры с лего могут быть не только представлены в виде полноценного занятия, но и входить в состав интегрированного занятия по отработке какого-либо определенного навыка. Или закрепление отрабатываемой темы, либо использоваться в свободной игровой деятельности детей. И сейчас я хотела бы предложить вашему вниманию игры с лего для отработки тех или иных определенных каких-либо навыков. Итак, для формирования математических представлений. Игра «Башенка». Самое простое – это строить башни и соотносить количество кубиков в башне с цифрами. Игра «Лесенка». Принцип игры тот же самый. Из кубиков строится лесенка. Можете обыграть эту постройку. Сравнивайте ступеньки, шагайте человечками по ступенькам, кто выше, кто ниже. Выставьте в ряд несколько фигур. Под ними ряд несколько фигур, их может быть больше, меньше или столько же. Научите ребенка сравнивать, где больше, а где меньше. Пусть попробуют сделать так, чтобы их было поровну. Или одних фигур больше или меньше, чем других. Используйте это во время игр. Пусть это будут дорожки для разных человечков. Игра «Поезд». Принцип игры тот же, что и у игры «Башенка». В каждый вагон поезда загружаем то количество кубиков, которые соответствуют цифре, написанной на вагоне. Игра «Этажи». Строим башню. Это будет дом. Этажи дома подписываем цифрами. На кубиках хорошо пишет фломастер, затем он легко стирается. Затем налетает ураган или случается землетрясение. Дома рушатся и человечкам негде жить. Они просят о помощи. Задача ребенка – помочь построить дом. При этом каждый этаж должен оказаться на своем месте. Эта игра учит ребенка последовательности цифр. Может быть такой, что хотя ребенок и хорошо считает 1, 2, 3, 4, 5, но плохо представляет, что тройка находится между двойкой и четверкой и тому подобное. Игра «Сравни». Ребенку предлагается две башенки из кубиков лего с разным их количеством. Необходимо ребенку посмотреть на эти башенки и сравнить, в какой из них башенок из этих башенок кубиков больше, а в какой меньше. Игра «Собери цифру». В целях усвоения графического начертания цифр можно предложить детям собрать заданную цифру из кубиков лего по образцу, а затем уже по представлению. Для отработки состава числа также можно использовать конструктор лего. С его помощью дети наглядно знакомятся с разложением числа. Это способствует пониманию и осознанию детьми того, как число может быть образовано из других чисел на основе анализа того, как множество может быть образовано из частей. С целью развития навыка счета научите ребенка называть числа до 10. Покажите ему одну, две, три детали и так далее. Попросите ребенка показать, где одна фигура, где пять и так далее. Пусть попробует разместить на панели заданное вами количество деталей. Можно придумать маленькую сюжетную игру. Здесь используйте игрушки или мини-фигурки. Рассказывайте и показывайте ребенку примерно следующее. Человечек сначала нашел две ягодки. Можно использовать крошечные круглые детали. А потом еще три и так далее. Можно добавить два плюс три равно или равняется, получится, будет, станет, тут как хотите, пять. И объединяйте кружки вместе. В конце говорите, сосчитав теперь все вместе, сколько всего ягод собрал человечек. В игре выполняйте простейшие примеры на сложении и вычитании, показывая их деталями. Давайте задание типа. К одной детальке добавь еще две, сколько получилось. К двум деталькам добавь еще две, сколько получилось. От четырех кирпичиков отнимем два, сколько получилось. И так далее. Записывайте примеры на сложение. Используя бумажки, на которых будут написаны знаки плюс и равно. Два кирпичика, потом знак плюс, потом еще три кирпичика, знак равно и вместе пять кирпичиков. Стройте башенки из десяти кирпичиков, каждый раз изменяя состав. Один плюс девять, два плюс восемь и так далее. Точно так же пройдите другие числа в пределах десятка. Можно играть, что это пироги. Пирог из десяти частей, в котором две части с вишней, красные кирпичики, и восемь частей с лимоном, желтые. Познакомьте с помощью лего детей с десятками и единицами. Составляем десятки из деталей. Целый десяток – это десять кирпичиков вместе. Такой десяток можно взять в руку. Выкладывайте числа, которые будут составлять четыре целых десятка. Например, еще пять кирпичиков. Или три десятка и семь отдельно кирпичиков. Скажите, что каждый кирпичик – это единица. Далее пробуйте задавать вопросы, типа состав число, в котором два десятка и три единицы. И так далее. Пересчитайте, сколько это два десятка и три единицы. Научитесь класть десятки слева, единицы справа. Можно научиться записывать числа, прочитывать. А теперь десять десятков. Целых сто деталей. Сто – любимое число детьми. Постепенно из загадочного превращается в реальное. Сравнивайте похожие числа. Двадцать три и тридцать два. Сорок пять и пятьдесят четыре. И так далее. Просите к исходному числу добавить десяток. Или добавить три десятка. Тоже только единицы. Потом аналогично убавляйте десятки и единицы. Также с помощью лего можно играть в сюжетную игру «Магазин». Пусть детали будут монетками. Каждая деталь стоит столько, сколько пупырышек на ней. Товаром будут любимые игрушки, но не лего. А деньгами придумайте интересное название. Например, лёгушки. Мы так это называем у нас. Научите ребёнка, как давать сдачу. То есть, если игрушка стоит две лёгушки, то давая кубик с четырьмя лёгушками, покупателю должны дать сдачу две лёгушки. Используйте детали одного типа. Кирпичики, кубики, двушки. Детали с двумя пупырышками и однушки с одним. Игра. Что изменилось? Составьте на столе дорожку или башню из нескольких деталей. Начинайте с трёх-четырёх элементов. Когда ребёнок освоится с такими заданиями, то вы уже можете увеличить количество. Попросите его посмотреть на дорожку, башню. Потом отвернуться. Измените расположение одной фигуры. Потом двух, трёх. Попросите ребёнка восстановить первоначальное расположение фигур. Составьте дорожку, башню, постройку из деталей конструктора и так далее. Пусть ребёнок посмотрит на неё. Уберите дорожку, башню. Предложите восстановить самостоятельно. С целью развития пространственных представлений можно использовать следующие игры. Это игра «Построй по схеме». Необходимо выложить кубики лего в последовательности, обозначенные по схеме. Это довольно просто, но такие простые игры учат работать по инструкции, если у ребёнка есть с этим проблемы. Или, например, игра «Собери узор», где детям предлагается повторить из кубиков лего тот же узор, что и на схеме. Или орнамент под диктовку. Предложите ребёнку сделать узор на панели, располагая детали определённым образом под вашу диктовку. Положи верхний правый угол, синий кирпичик, в центр красный кубик и так далее. Положи синюю полоску с четырьмя точками в любом месте. Справа от неё красный кирпичик, под ним ещё синий и так далее. Положи четыре кубика так, чтобы крайний слева был красный, а справа от синего лежал только один красный. Придумайте сами подобные задания с пропусками, с выкладыванием фигур по диагонали друг от друга и так далее. Следующая игра – это симметрия. Очень простое задание на осевую симметрию. Сложить второе крыло бабочки. Обычно четырёхлетки легко с этим уже справляются. В данном случае в качестве оси можно использовать счётные палочки. Можно использовать бумажный круг, которым делим на секторы. Сначала секторов будет два и задание идентично заданию с бабочкой. Затем делим круг на четыре части и задание уже становится более сложным. Игра комбинаторика. Предложите ребёнку три кубика разных цветов. Пусть выстроит и зарисует всевозможные дорожки из этих кубиков так, чтобы сочетание цветов было каждый раз разным. Требуется найти все возможные варианты решения задачи. Подсказка для взрослых. Ответов всего шесть. Ещё задание четыре кубика двух цветов. Найти разное сочетание двух цветов. Попробуйте найти все варианты из пяти кубиков этих цветов. С целью развития зрительного восприятия и внимания можно предложить детям найти отличия в двух фигурах. Здесь вы можете как картинку дать, а можете дать уже конкретно постройке. И пусть ребёнок сравнивает по ним. Дети разных возрастов обожают лего-мозаику. Собирание лего-мозаики – увлекательный процесс, в котором дети развивают своё воображение, моторику рук, тренируют пространственное мышление, чувствуют уверенность в своих силах и, наконец, получают непередаваемое удовольствие от игры. Лего-мозаика состоит из отдельных элементов, которые можно собирать и разбирать. Чем больше лет ребёнку, тем более сложным должны быть для него задания. Уровень сложности определяется по такому принципу, чтобы ребёнок смог собрать мозаику и не разочаровался в своих способностях. В набор лего-мозаики входит плата, набор элементов, в кубике на которых изображены геометрические фигуры разного цвета и схемы изображения. Схемы перед вами на экране. В сети интернет их также можно найти в большом количестве. В старшей группе роль ведущего могут брать на себя дети. В играх развивается коллективизм, память, мышление. И первая игра, о которой бы я хотела рассказать, это «Попади в цель». На оплату ставятся башни из кубиков лего. Задача детей попасть резинкой в цель так, чтобы она попала на башню. Здесь можно использовать и пластмассовые кольца. Либо игра «Найди такую же деталь, как на карточке». Цель этой игры – закреплять название деталей конструктора Дупла. Оборудование, карточки, детали лего конструктора Дупла и плата. Ход работы. Дети по очереди берут карточку с чертежом детали лего конструктора Дупла. Находят такую же и прикрепляют ее на плату. В конце игры дети придумывают название постройки. Можно также предложить детям построить, не открывая глаз. Когда дети строят постройку с закрытыми глазами. При помощи лего также уже можно обыгрывать сказки. В качестве сюжета берутся либо уже знакомые сказки, либо придумываются свои. И перед вами на экране сказка «Колобок». Для знакомства с конструктором лего можно использовать следующую сказку. Например, сказка «Знакомство». Жила-была коробка, а в ней, знаешь, кто там живет? Маленькие человечки, смешные животные, птицы и насекомые. А еще в коробке много разных кирпичиков с выступами, похожими на кнопочки. Давай заглянем в коробку и познакомимся с ними. И дальше обыгрывается диалог. В своей работе я также использую стихотворения про лего. Они перед вами на экране. Стихотворения позволяют разнообразить занятия и замотивировать детей на выполнение необходимых заданий. Сегодня я вам рассказала о возможностях использования лего-конструктора в педагогической практике. Лего – это не просто забавная игрушка. Это прекрасный инструмент, способствующий обогащению внутреннего мира ребенка, раскрытию его личностных особенностей, проявлению творческого потенциала и реализации возможностей. Разнообразные занятия с применением лего-технологии предоставляют реальный шанс каждому малышу развить логическое и пространственное мышление, воображение, самостоятельность и навыки взаимодействия со сверстниками, а педагогам увлечь ребят техническим творчеством. Созидательная игра поможет глубже понять ребенка, следовательно, выработать эффективное средство для решения проблем как ребенка, так и педагога. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует...